Пожалуй, самая наболевшая тема этого года – это вдребезги разбитые дороги. Интернет пестрит мемами и шутками. К примеру, якобы дорогам придали военный вид к 71-й годовщине Великой Победы. Хотя и так понятно, что уже давно никому не смешно, ситуация плачевная и, что еще хуже, с каждым днем только усугубляется. Впрочем, уже с понедельника на городских дорогах обещают появиться люди в ярких жилетах. Кроме того, в управлении заверяют, проблем с пробками не возникнет, ремонтные бригады будут максимально мобильны. Если где-то там мы встали и мы создаем неудобства гаражам, образуются пробки, то мы будем оперативно менять место дислокации и потом возвращаться на эти участки. То есть под выходные мы будем стараться куда-то прямо в центр зайти, чтобы люди не чувствовали вот этого дискомфорта. Как обещает дорожное управление, основным ресурсом по ремонту станет не кирпич и глина, а более современные материалы. А кроме лопат и отбойников, в распоряжении рабочих будет специальная техника. Это уже полноценная асфальтобетонная смесь. То есть бригады подрядной организации очередной раз сегодня подтвердили свою готовность. Силы и средства определены, люди готовы, техника готова. Сроки, отмеченные дорожником прокуратуры, поджимают. На все про все осталось 23 дня, а количество нуждающихся в капремонте и улиц впечатляет. В северном округе их 80, а в южном – 90. Однако в управлении не переживают о сроках, а лишь ждут солнечной отмашки. При условии нормальной погоды, при условии среднесуточных температур, если не будет обильных осадков, будем работать, скажем так, практически всю неделю без выходных. А вот мнение горожан о качестве ремонта за столь короткие сроки разделилось. Мне кажется, навряд ли это все-таки получится, потому что очень мало времени, и дороги просто в ужасном состоянии. И опять это будет все наскоряк, на скорую руку. Лучше бы подольше, но качественнее сделали, чтобы на следующий год вот такого не было. Ну, не знаю, наверное, справятся, раз обещают. Я так думаю, что справятся. Но очень много я. Не знаю. Всего 4 дня осталось до самого долгожданного события этой весны – начала капитального ремонта дорог в Оренбурге. Для тех, кто еще не успел насладиться средневековыми проезжими частями, самое время сесть за руль. Ну, а тем, кто от них уже устал, проявить еще чуточку терпения. Иван Берд, Дмитрий Примачек. Наше время.